Зачастую люди не задумываются назначением слов, то есть некогда, допустим, многие слышали такое слово шурпа, нечто узбекское такое, шурпа, ну а что ж такое шурпа, ну шурпа это такое блюдо, ребятушки, это знаете, вот туда нужно то добавлять, там баранину, туда еще что-то добавлять нужно, но если кто-то так просто взял, так соотнес, так суп и шурпа, чем отличаются суп от шурпы, да вот что, шурпа, ты знаешь, что такое, это же какой там суп, на самом деле шурпа, если мы посмотрим, то есть это реально переводится как суп, обычный суп, в польском языке есть не суп, а зупа, то есть близко уже, да, зупа, шурпа, вот на хинди тоже супа, пишется, может там своими там иероглифами пишет супа, вот на Шри-Ланке там уже конкретно там суп, даже можно так услышать слово, суп, суп, вот такое что-то среднее, то есть понимаем, да, что это общее название такое, общее название супов, шурпа, суп, зупа, ну вот везде вот в этом регионе, так сказать, индоевропейском, языки мы не будем забывать, что мы индоевропейцы, то есть культура пошла из Индостана, а не из Египта или же там из Ближнего Востока, то есть никто не говорит на египетском или на Ближневосточном языке, да, как бы не хотели некоторые группы религиозно-политические представить иначе, центром, пупом земли сделать там Иерусалим, допустим, да, то есть это все с научной точки зрения так шатка, но они стараются, они просто пытаются туда перетянуть, что вот центр цивилизации там, допустим, египетский, греческий, оттуда греки, там вот у нас в России греки, это вообще все, историю греческую учим, но на самом деле вот мы индоевропейцы и изначально культура пошла, откуда она пошла и зародилась где, изначально начала зарождаться в Евразии только, подчеркну, в Евразии, потому что мы не берем весь мир, потому что своя цивилизация американская была, от которой мы тоже очень много набрались, которую сейчас там называют Атлантида, ищут где эти миллионы, куда они утонули, никуда они не утонули, это просто поверхность океана просто подымалась в свое время и что случилось, и прибрежные районы Южной Америки, Центральной Америки, они просто там, где сейчас Карибский бассейн, они просто затопились, ну а там все был центр культуры, в общем, в этом районе, ну и в Латинской Америке, соответственно, во всей, то есть там понастроили 17 миллионов дорог, представляете, каменных дорог, там развитая культура была, там развитая была идеология прежде всего, которая потом каким-то образом пришла, добралась и до Индостана, и потом уже началось развитие в Индостане, так что первенство развития идеологии можно отдать именно Атлантиде, американские, Латинской Америки, там той культуре инков и ацтеков, их предков, будем так говорить, они там развивали вот эту огромную культуру, изолированно так сказать, вот, и можно представить, что очень интересно, что родоначальниками этому всему были и индоевропейцы, то есть те, которые перешли там через Гренландию и там уже устроили, в общем, у непуганных попугаев такую создали огромную империю за десятки тысяч лет, там было хорошо, не было ледников над Европой, как у нас, да, вот, и они там вот устроили такую империю, потом эта идеология, понятие идеологии имперскости, распространение идей пришло и в Индостан, и вот Индостан был первым, который вот здесь вот в Евразии, который вот это поднялся таким образом и создал огромную-огромную идеологическую империю, Барат называется, вот, которая вот потом очень быстро начала распространяться на Ближний Восток и Египет, Египет это уже пост-автум, чтобы не говорили, современные такие умные ученые, то есть мы говорим на индоевропейском языке, все, точка, поэтому зуба наша и суп наш, это шурпа, это все единое, ну, просто никто почему-то не хочет этим заниматься, собирать вместе до кучи, им интереснее просто разъединять, такая политика, да, научная политика, разъединять, чтобы вот никто ни о чем не догадался, да, вот так вот, такая политика, такой суп, так что вот шурпу хорошо бы приготовить, просто взять, закинуть мяска с косточками совсем, хорошо проварить, накидать туда много всего, картошки, морковки, все, что есть, в общем, накидать, посмотреть в интернете еще, как это другие готовят, и будет очень вкусно, я вам гарантирую, кушайте шурпу иногда, это полезно и приятно для здоровья, всего вам хорошего.